На Псалом 142 Господи, услышь молитву мою, внемли моление моему по истине Твоей, услышь меня по правде Твоей. Молитва бывает и словесным прошением, бывает и обетом. Поэтому один премудрый предлагает такое вещание, не повторяя слов в молитве Твоей, в прошении Твоем. Серахов 7.14 Не то внушает и советует он, но чтобы мы, прося и моля Бога, не повторяли дважды одного и того же. Нет. Нам заповедано даже непрестанно молиться, но чтобы мы не откладывали обетов, данных нами Богу, а спешили исполнить их. Потому и в другом месте говорится, немедли исполнить обет. Иксиасу 5.3 Будущее неизвестно. Или болезнь, или какое-нибудь неожиданно случившееся занятие могут воспрепятствовать исполнению обета. Даже если придет смерть и воспрепятствует, ты не получишь прощения. Но здесь самопевец говорит о прошении и молении. Почему, объясняя это, он и продолжает. Внимли молению моему поистине Твоей. То есть услышь прошение и приведи его в исполнение, утверждай истину Твоею. Употреби силу к исполнению того, о чем я прошу. Посмотрим же, в чем состоит его прошение. У людей, когда кто-нибудь приносит прошение, принимающие рассматривают его, и если оно справедливо и законно, выслушивают. Но у людей просьба бывает о почестях, о деньгах, иногда о защите от несправедливости. Некоторые просят и того, что превышает власть судей. Но мы просим о прощении грехов и приступаем к прошению тогда, когда внутренний наш судья, то есть находящийся в нас совесть, не прощает нам, потому что не имеет власти прощать. И как к царю никто не смеет приступить с просьбой о разодранной одежде или о десяти отнятых оволах, так и ты еще более опасаешься, чтобы не приступить к Богу с просьбой о предметах маловажных и ничтожных. Например, если бы кто обидел тебя в деньгах или оскорбил тебя. Когда же нападает на тебя дьявол, тогда особенно нужна высшая помощь. Но ты не имеешь никого, кто бы ходатайствовал за тебя и представил твое прошение. Взывай сам, когда проходит царь, и сбери благо приятное время. Когда же проходит царь? Всегда, во всякое время. Когда ты хочешь, когда ты сделаешь себя достойным того. Иудеям, когда они являлись перед лицом Божьим, заповедно было стоять под горою, иметь белые одежды и не входить к женам. А ты вместо одежды очищай душу и потом иди и приступай к царю с целомудрием, кротостью и великим спокойствием, если хочешь получить просимое. Это путешествие не требует больших издержек. Возьми на дорогу добродетель. А где живет этот царь? Близ сокрушенных сердцем. Иди этим путем. Близ Господь всем, говорит пророк, призывающим его в истине. Там найдешь его, там встретишь его. Он близ тех, которые раздробляют хлеб алчищем и творят милостыню. И если пойдешь этим путем, то найдешь его, готовым услышать твое прошение. Ты еще будешь говорить, и он скажет, вот я. И не будешь иметь нужды в посреднике, но сам предложишь ему прошение, услышь меня в правде твоей. Что говоришь ты? Далее ты намереваешься сказать, и не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается пред тобою ни один из живущих. А здесь просишь быть услышанным по правде. Что же означают эти слова? Правда называет здесь человеколюбие. И во многих местах писание правдой употребляется в этом же значении. И весьма справедливо. У людей правда не соединяется с милостью, а у Бога не так. Но с правдой соединяется и милость, и при том такая, что и самая правда называется человеколюбием. Посмотри, например, на поток. Сколько тогда оказано было милости и сколько правды. Хотя тогдашние грешники получили наказание, но не такое, какого заслуживали, не указывая на глубину вод, на множество дней, в которые продолжалось наводнение на вселенную, сделавшуюся бездною. Что значит это для погибших? Все это могло внушать сначала величайший страх, но для умерших уже не составляло никакого наказания. Как могли нести наказание те, которые не чувствовали происходившего, которые погибли в краткое мгновение времени, подверглись смерти самой скорой и легкой, гораздо скорейшей и легчайшей, нежели смерть от огня, меча, петли и пыток. Это событие, так сказать, составляло для них более зрелище наказания, нежели наказание на самом деле. Те, которые совершали такие преступления в течение всей жизни до глубокой старости, получили наказание в краткое мгновение времени, если только можно назвать наказанием неизбежный долг в природе. Видишь ли, как велико человеколюбие Божие? Хочешь ли видеть его еще с другой стороны? Бог не вдруг навел потоп, но предсказал о нем однажды и дважды, и многократно, и посредством ковчега он возвещал людям. Но они и тогда не послушались, хотя беззаконие их не заслуживали и предсказания. Самая природа не научила их, но как свиньи или даже хуже всяких свиней, они расслевали друг друга, не спровергали законы природы с самого основания, не слушали никакого ни убеждения, ни совета, не получали пользы от соседства праведника. И между тем, только в краткое мгновение времени потерпели наказание, или лучше сказать, избавились от растления, освободились от наказания, потому что делать такие дела гораздо хуже, нежели утонуть. Скажи мне, в самом деле, наказание ли это людей, расслевающих себя пороками, беззаконно смешивающихся друг с другом, оскверняющих и оскверняемых, освободить от такой заразы? О враче, который отсекает гнилые члены, мы не скажем, что он терзает тело, но назовем его человеколюбивым. Не гораздо ли более должны мы удивляться при мудрости и человеколюбии Бога, который наказывает своих таким образом. Итак, должно непрестанно удивляться ему и прославлять его. По этой причине не перестанем удивляться промышлению его. Но будем непрестанно прославлять его и за то, что он сделал кратковременное стечение, остановил распространение зла и употребил безболезненное врачевство. Не смущайся тем, что все и вдруг были потоплены. Чем отличается это от смерти, постигающей мало-помалу? Какая польза умершему от того, что он умер один? Или какой вред от того, что вместе со всеми услышь меня в правде твоей, то есть в человеколюбии? А чтобы видеть, что именно это он выражает, пророк присовокупляет, и не входи в суд с рабом твоим? Того же просил и Иов, который был истинный, праведный, благочестивый, удаляющий от всякого зла. А дабы, говорил он, был судящий, обличающий между нами обоими. А когда Бог явился, то он сказал, руку полагая на уста мои, хотя Бог взывал к нему, предстань, как муж, припаяшь чресла твои. Так же Бог обличал иудеев, когда говорил, какую неправду нашли во мне отцы ваши. Как начальники ваши согрешили против меня. Иеремея 2.5 Он поступает так не для того, чтобы сделать приговор свой более тяжким, но чтобы пробудить в людях чувства и сознание грехов, и тогда уже даровать им прощение. Дабы таким образом они видели величие благодеяния. Потому он и говорит, скажи беззаконие твои прежде, не для того, чтобы тебе быть осужденным, но чтобы оправдать все. Исайя 43.26 Вот почему он не сам высказывает беззаконие, но располагает к тому грешника. Если бы он хотел наказать, то прямо произнес бы обвинение. А теперь, так как он хочет помиловать, то предоставляет это самому грешнику, чтобы он получил венец за признание и исповеданием приобрел помилование. Что может сравниться с таким человеколюбием? Ничто. Скажи, говорит, и больше ничего я не ищу. Признайся, и этого для меня достаточно. Скажи, и от всего я удержусь. Не входи в суд с рабом твоим. Многие исправились от того, что Бог будет судить их. Люди благочестивые наперед знают это, а неразумные научаются этому отчасто повторения пророками. Суд Господень с народом Его и с Израилем спор у Него. И еще. Слушайте, бездны и основания земли. Метей 6.2. Слушайте, небеса и внимай, земля. Таким образом, отчасто повторение, что Бог будет судить, исправлялись и бесчувственные. Некоторые из иудеев говорили, вот мы постимся, а ты не видишь. И еще. Всякие, делающие злое. Хорош пред Господом, а делающие беззаконие, оправдан. И вот мы ублажаем таковых. Малахия 2.17.3.15. И еще. Неправ путь Господень. Из Икииля 33.17. И блаженный Иов, подвершись искушению, не с такой мыслью, как иудеи, и не тоже, да не будет. Однако говорил, если был ходатай, и он положил бы руку свою на обоих нас, и отнял бы от меня жезл свой, и страх его, да не смущал бы меня, Иов 39.33. Потому Бог говорит ему, «Вопрошу тебя, и ты отвечай мне». Потом, когда Иов в изумлении сказал, «Как я могу быть оправдан, наказываем от Бога, обличаемый им?» И еще. Слухом уха услышал я о нем, и теперь видит очи моего. Потому полагаю я руку на уста мои, и раскаиваюсь в пепле и прахе. Тогда Бог говорит ему, «Припаяшься, как муж, чреслы твои». Как бы припоминает слова его и говорит, «Так, как ты хотел судиться со мною, то вот я предстаю, желая судиться». Видишь ли неизреченное человеколюбие, видишь ли беспредельную благость Божию, потому и три отрока говорили, согрешили, беззаконовали, совершали неправду» – Данила 3.29. Так как многие из людей бесчувственных по внушению дьявола слагают грехи свои на Бога, то Бог, желая истребить эту привычку, в самом корне часто говорит, что «Он будет судиться с ними» – Писо 3. Подобным образом согрешил и первозданный. Он говорит, «Жена, которой ты дал мне, она дала мне, и я ел». Подобным образом многократно грешили иудеи. «Ибо не оправдается пред тобой никто из живущих». Что продолжает пророк, говорю я о себе, о таком-то и таком-то. «Нет на земле человека, который, судясь в твоих заповедях, мог бы оправдаться. Так сильна победа с твоей стороны. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших». Можно думать, что это сказано о Сауле, который был врагом ему и тогда преследовал его. Может, в переносном смысле разуметь и врага дьявола, потому что он непрестанно преследует людей Божьих. Как же мы можем избавиться от его преследования? Если найдем такое место, куда он не может войти. А какое, скажешь, это место? Какое же другое, кроме неба? А как можно зайти на небо? «Послушай Павла», который говорит и объясняет, что мы, еще обличенные плоти, можем обитать там. «Когда мы мудрствуем о горнем, — говорит он, — помышляйте о горнем, где Христос одесну и Бога сидит, ища наше жительство на небесах. Смирил себя, — говорит он. Слово «смирение» имеет много значений. Есть смирение добродетельно, например, когда говорится «сердце сокрушено и смиренно, Бог не презрит». Бывает смирение от несчастья, бывает от грехов. Здесь пророк говорит о смирении от несчастья. Это выражает он, продолжая. «Смирил земли жизнь мою». Бывает смирение от гордости, например, когда говорится «возносит смиренных». Бывает и другого рода смирение от ненасытимости. Что призрение тех, которые погребают себя в богатстве, власти и славе? Такие люди низкие в двояком отношении. Во-первых, потому что присмыкаются по земле. Во-вторых, потому что почитают важными такие вещи, подобно малым детям, которые считают важными бабки, мячики и другие игрушки. Это знак не того, что самые вещи важны, но того, что занимающийся ими имеет ум несовершенный и низменный. Впрочем, у детей это недостаток возраста и природы, а у тех – вина воли. Человек, ставший мужем и пришедший в полный возраст, считается важным делом пиршества, блудодейства и роскошь. Что может быть презрение этого? Многие называют таких даже людьми великой души, но сами они гораздо презреннее их. Будем же знать, в чем состоит истинное величие и отчего происходит низость. Ничто не делает столь высоким, как презрение к упомянутым вещам. Псалмопевец говорит затем о смирении от несчастья. Посадил, говорит, в темных, как мертвые в этом веке. Он говорит о двояком несчастье, о том, что в темных. Враг преследует душу мою. Принудил меня жить во тьме, как давно умерших. Означает тем и другим тогдашний плен. Как и находясь во тьме, можно делать что-нибудь при зажженном светильнике, то он, желая сильнее выразить крайность бедствия, название мертвых увеличивает печальную картину. Таковы и те, которые живут во грехах, они подобны мертвым, находящимся во тьме. Хотя они бывают укружены бесчистными светильниками, хотя являются светлыми от одежд и других украшений, но они нисколько не лучше же умерших и находящихся во тьме, даже гораздо хуже их, потому что тя тьма естественная, а это зависит от преступной воли. Есть тьма будущая, о которой говорит Господь. Возьмите его и бросьте во тьму кромешную. Если тьма греховная, сидят, говорит Евангелист, во тьме и тени смертные. Так же и Павел. Мы не сыны тьмы. И еще. И осуетились в помыслах своих, и омрачились в неразумии сердца их. Подобно тому, как находящийся во тьме не знает свойства вещей, так и живущие во грехах бывают слепы, не различает являющихся предметов, гоняется за тенями, за истинными вещами, гоняется за богатством, удовольствием и властью, не узнают врагов, не узнают и друзей, доверяясь врагам, как друзьям, и враждуя против друзей, как против врагов. Не видишь ли ты ежедневно бедных, которые взывают, плачут, и никто не слушает их? Почему же другие не слушают? Потому что дьявол посадил в темных, как принудил жить, как давно умерших. Что для тех тьма и смерть, то для них бесчеловечие. Сидящим во тьме свойства не видеть угрожающих бедствий, тоже испытывают и они, не видя предстоящих бедствий, стремясь в бездну и пропасти. Сидящим во тьме свойственно со всей смелости и решателы дела постыдные. Так поступают и живущие в нечестии. Подобно сидящим во тьме, и как будто нет ни одного человека, который видел бы дела их, они дерзко решаются на все преступления среди городов, как будто в пустыне. 505. Сидящие во тьме находятся в постоянном страхе. Таковы и нечестивые. Ни один корыстолюбец и хищник не свободен от страха, хотя бы он безмерно превозносился и по внешности казался веселым. Таково свойство совести. Подобные люди и прежде были неизвинительны, а тем более теперь, когда воссеяло солнце правда, и они еще продолжают сидеть во тьме. Почему же они еще сидят во тьме, когда воссеяло солнце? По слабости своего зрения. Погрузившись в рыпины, пещеры и пропасти нечестия, они не могут взирать на лучи его по слабости своего зрения. И уныл во мне дух мой, а не мело во мне сердце мое. Смущением души пророк выражает крайне великую скорбь. Что значит во мне? Я не мог, говорит, высказать скорбь свой другим и получить какое-нибудь утешение. Так души людей порочных постоянно возмущаются не только от настоящих, но и от ожидаемых бедствий. У них никогда не бывает спокойствия, никогда не бывает душевного мира, но они волнуются сильнее всякого моря. Ни ночью, ни днем они не находят покоя от бури. Но тревожатся везде, хотя никто не беспокоит их. Нося самих себе внутреннюю борьбу, они не наслаждаются тем, что уже получили, терзаясь и мучаясь мыслями о том, что еще не получено. Заботясь о делах всех людей, разведывая об имуществе других, я обдумывая, как бы одного убедить, другого устрашить, того обольстить словами, этого принудить, иного обмануть услужливостью, составляя клеветы, покупки, продажи, обязательства, доверенности, собирая себе проценты, капиталы и весь ссор подобных зол. И когда дела их идут благополучно, тогда особенно они беспокоятся. Посмотри на богача, как он беспокоился, когда было плодородие на его ниве, как он затруднялся, недоумевал и говорил, что делать, сломаю житницы мои, большее построю, а беда ничего подобного не испытывает. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах твоих, рассуждаю о делах рук твоих. Немалое утешение знать и прошедшее, и настоящее. Так как Бог, можно сказать, по одним и тем же законам управляет и настоящим, и прошедшим, то величайшее утешение в настоящем воспоминать о прошедшем. Потому и в другом псалме он говорит, неужели навек отринул Господь или до конца пресеклась милость Его? Та же и другой говорит, посмотрите на древние роды и увидите, кто надеялся на Господа и постыдился. И Павел. Все это были образы для нас, а написано для нас, достигших последних веков. И не только о чужих, но и о своих обстоятельствах часто вспоминаем и получаем пользу. Это выражает и апостол, когда говорит, вспомните первые дни, в которые вы, будучи просвещены, выдержали великий подвиг страданий. Приводит и противное. Какой тогда имели плод, о чем ныне стыдно и говорить. И другой премудрый говорит, помни о дне смерти и вовек не согрешишь. Хотя это будущее, но общая смерть получила начало в прошедшем. Так поступает и Павел, когда нужно утешить кого-нибудь или вразумить, он заимствует доказательств и от прошедшего, и от будущего. Не хочу вас, говорит, оставить братья в неведении, что отцы наши все шли под облаком, прошли сквозь море, и все ели одну и ту же духовную пищу. Но немногим из них благоволил Господь, а иногда от будущего. И примут муку и пойдут в погибель, вечно от лица Господа и от славы крепости Его. И еще. И постигнет на них гнев до конца, ибо дни открываются и огнем испытываются. И еще. Потому грядет гнев Божий на сыновь противление. Так он говорит, когда нужно вразумить, так же, когда нужно утешить, он заимствует утешение от того и другого, например, от прошедшего. Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, Бог щедрот и Отец всякого утешения, утешающий нас о всякой скорби утешением, которым утешаемся сами от Бога. 2 Коринфянам 1.3 И от будущего. Ибо временные нынешние страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Потому-то и псалмопевец говорит, вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах твоих, рассуждаю о делах рук твоих. Потому-то и псалмопевец говорит так, то есть сделал для себя занятием и тщательно старался размышлять в самом себе о том, что случилось в древности. Действительно, великое утешение назидание получаем мы от событий, повествуемых в Писаниях. Потому Павел и говорит от терпениям и утешениям в Писаниях имеем надежду. И еще, все Писание Бога духовновенное и полезное для научения, обличения, исправления. 507. Так, а псалмопевец, находясь в скорби и смущении, отсюда заимствовал утешение от размышления о древних событиях, от воспоминания о различных действиях и промышлениях Божьих. Этим он выражает, что поступая таким образом, он получал великое утешение и становился ближе к Богу. Тоже объясняет он и в дальнейших словах. «Простираю к тебе руки мои, душа моя к тебе, как жаждущая земля». Не сказал «простер», но «простираю», желая выразить сильное расположение сердца, стремившегося как бы вырваться из тела и удалиться к Богу. Водушевившись, говорит, напоминанием, воспоминанием великих событий, размыслив о человеколюбии, а в разумлении посредством несчастья и спокойствия, доставляемого по избавлению от них, я прибегнул к тебе. И в несчастье, говорит, счастье, во всякое время я показывал одинаковую ревность. Что значит, как земля безводная к тебе? Как земля иссохшая, жаждет дождя, так и я желаю быть постоянно с тобою. Такое желание особенно усиливалось в нем от тяжести бедствий, потому Бог и попускал им умножаться, показывая великое свое промышление. Он не только создал твари, но и промышляет о созданном, как о людях, так и о всем прочем. Зная это, Павел говорит, мы им живем и движемся, и существуем. И еще, и все им содержится. И Давид, всех тебе простирают руки, и ты даешь им пищу во время благопотребное. И еще, презирает на землю, и она трясется. И Исайя, сохраняет круг земли. 40, 22. Также о добродетели, если бы не Господь, садись в детдом, то напрасно трудится. И еще, вселяет неплодный в дом, матерью радующейся о детях своих. Для того, он потрясает земли, прикасается к горам, воспламеняет их, чтобы и бить, и видеть свое владычество. Для того, он помрачает солнце и производит затмение, чтобы возвестить от творческой силы своей. Ты видишь в Писании, что солнце обращалось назад, и луна останавливалась вместе с ним, и много других чудес. Так было тогда, когда познания о Боге еще не были распространены, а теперь нет нужды в таком наставлении, потому что самое событие возвещает и являет Господа. Видишь ли бывшие в Египте тьму и изменения стихии? Если некоторые скажут, что это затмение произошло естественно, а не по повелению Божию, то пусть они скажут, как произошло затмение во время распятия Христова. Оно случилось не в определенное время, но тогда, когда по законам природы ему особенно не следовало быть, именно в 14-й день месяца, в полнолуние, когда затмений не бывает, но сказать они не могут. Отсюда очевидно, что как все прочее, так и все затмения происходят по повелению Творца. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Что говоришь ты? Побуждаешь врача спешить к уврачеванию тебя? Нет, но страждущая душа, равно как и больные люди, обыкновенно призывает врачей, хотя не пришло еще время, и требует скорее доставить исцеление. Так и он просит, превосокупляет причину, исчезает дух мой. Бог может из мертвых воскресить, а тем более избавить прежде смерти. Но, как я сказал, здесь обнаруживается слабость природы. Салмопевец знал, что для Бога все легко, но не мог переносить удара бедствий. Не отврати лица твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. А чего бывает это отвращение? Сам Бог говорит через Иссайю, что разве рука моя потеряла силу, но грехи ваши разлучают между мной и вами. Итак, когда мы сделаем что-нибудь греховное, то он отвращается от нас. Чисто око твое, говорит пророк, чтобы не видеть зла, и ты не можешь взирать на злодеяние. А вакуум 1.13. Потому он отвращается от людей надменных. На кого возрю, говорит он? Только на кроткого, молчаливого, трепещущего пред словесами моими. Исайя 66.2. Итак, будем приобретать эту добродетель, чтобы обратить к себе лицо его, чтобы нам не впасть в бездну зла среди великой тьмы. Можно и упавшего стать, и потому падающие не должны оставаться лежащими. Грех по свойству своему есть ров, содержащий в себе свирепых зверей, исполненный мрака. Поэтому спустим туда цепь Писания, приложим старания, и мы скоро восстанем, если упали. Но как мы можем начать путь? Если упавшие, не будем беспечными, и не станем отчаиваться, но будем воспевать пророческие слова. Разве падающий не встает? Иеремия 84. Еще. Ныне, когда услышите голос, сегодня ожесточите сердец ваших, как во дни ропота, и, припаясав себя такими мыслями, выйдем вон. Даруй мне рано услышать милость твою, ибо я на тебя уповаю. Ухажи мне, Господи, путь, по которому мне идти, ибо к тебе возношу я душу мою. 509. Видишь ли душу, находящуюся в скорби и смущении? Она хочет быть услышанной прежде испытания, чтобы укрепиться надеждами и испытаниями. Смысл этих слов следующий. Восставь меня по своему обещанию, затем присовокупляет и основание прошения, ибо на тебя, говорит, уповаю. Бог ничего так не требует, как постоянного обращения к нему. Скажи мне, Господи, путь, по которому пойду. Что говоришь ты? Когда природа имеет закон, в самом начале внедренный в нее Богом, и Моисеевое Писание обновляет его, ты опять просишь? Скажи мне, Господи, путь, по которому пойду. Это можно понимать или так? Совесть моя заглушена грехом, и потому я прошу обновить ее. Или под именем пути, и здесь, разумеется, многое неизвестно людям, на что указывает и Павел, когда говорит, о чем молимся и о чем не знаем. Если же Павел при таком ведении не знал этого, то можно ли удивляться словам псалмопевца? Впрочем, посмотри, он не желает здесь ничего чувственного, но ищет пути, ведущего к Богу, и сам от себя полагает тому начало. Он не просто сказал, скажи мне, Господи, путь, ведущий к тебе. Ну что, как спасти душу мою? То есть к тебе стремлюсь, к тебе обращая взоры. Таким людям особенно Бог указывает путь. Вот потому-то об Иудее Господь на вопрос, почему он говорит им в притче, сказал, «Ибо видящий не видит и слыша не слышит». А слово «взял» значит «я перенес» или «передал тебе душу мою». «Избавь меня, Господи, от врагов моих, к тебе прибегаю», ст. 9. Смотри, как молящийся везде прибавляет и причины. «Не отпрати», — говорит, — лица твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящему в могилу. Также добавляет, «Научи меня исполнять волю твою, потому что ты, Бог мой, дух твой благий доведет меня в землю правды». Не сказал просто «научи меня воле твоей», но творить волю твою, то есть руководить к самым делам, потому что необходимо высшая помощь и высшее наставление, чтобы идти путем, ведущим к добродетели. Впрочем, не так, чтобы мы могли бездействовать, но чтобы и сами привносили должное с нашей стороны. Ибо ты, Бог мой, видишь ли, как духовное его прошение. Он возносит прошение не о богатстве, власти и славе, но об исполнении воли Божией. От сокровища всех благ, неиссякаемые богатства, начало и корень, средина и конец благоденствия. Дух твой благили настаёт мне на землю правды. Видишь ли, как он внушает нам, как научает нас совершать путь, Духом Святым. Потому и Павел говорит, а нам Бог открыл это Духом Своим. Землю правды. В буквальном смысле он говорит здесь о своём отечестве, аж переносном, о пути, ведущем к добродетели. Действительно, нет ничего ровнее добродетели, свободной от шума и смятения. Ради имени Твоего, Господь, оживи меня, ради правды Твоей, выведи из напасти душу мою. Видишь ли, как он опять прибегает к Богу, а не на свою жизнь возлагает надежду. Видишь ли, как справедливо то, о чём я выше сказал. То есть, что правдой он часто называет человеколюбие Божие. Поэтому он и говорит, выведи от печали душу мою. И я по милости Твоей, по милости, истреби врагов моих, и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. Не потому, говоришь, чтобы я был достойен, но по человеколюбие Твоему, избавь меня от восстающих на меня, освободи от строящих мне козни, дай немного перевести дух от скорбей. Ибо сам Господь сказал, молитесь, да не впадёте в напасть. Смотри, как опять приводятся причины. Иначе нам невозможно получить просимое, но необходимо всегда делать самих себя достойными получения того, чего просим. Нужно привносить должное и с нашей стороны. И тогда уже приступай к Богу. Одна молитва сама по себе недостаточно. Молились иудеи, но услышали. Когда обнажаете моление, я не слышу вас. Впрочем, удивительно ли, что иудеи не были услышаны, когда Иеремия, просивший за них, получал запрещение, и слышал неоднократно, не молись о людях этих, ибо я не услышу тебя. И удивительно ли, что не было услышано Иеремия. Если станут, говорит Бог, Ной, Даниил и Иов, ни сынов, ни чечери их не спасут. Итак, зная это, будем не только молиться, но вместе с молитвами делать и самих себя достойными получения, чтобы достигнуть и настоящих, и будущих благ, которых расподобимся всем и благодатью человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Ани.